Поселок Донец в Харьковской области оказался буквально отрезан от мира. Мост через реку, по которому из Донца можно было выехать, к железнодорожной ветке и в райцентр обрушился. Ремонтники оградили зияющие дыры, запретили проезд и больше не появлялись. Жители же поселка в растерянности. Чтобы попасть в райцентр, им приходится делать крюк в 60 километров. Как чиновники предлагают селянам форсировать реку и когда намерены снять блокаду Донца? Материали Светланы Шакеры. Этот мост через Северский Донец построили 55 лет назад. С тех пор ни единого капремонта. Перестилали разве что в верхний асфальтный слой. И вот неделю назад внешняя балка этой конструкции отошла и часть моста рухнула в реку. Для автомобилей через аварийный мост проезд запрещен. Всех, кому из поселка Донец нужно на вокзал, в райцентр или соседние села, маршрутка довозят до моста. Дальше пешком с детьми и сумками. На том берегу люди ловят другую маршрутку. На поезд. Не опоздаете? Нет. На машинистской стороне. На машинистской стороне. Школьники Ваня и Маша идут пешком с последнего звонка в соседнюю Андреевку. Стараются держаться середины, как велела мама. Осторожно она говорит, не подходить к краю, она тоже говорит. Да, аккуратно. Не страшно? Не страшно. Но тут еще 28 дырок я считала. Мне надо ездить на работу, на газобензиновый завод. Так 15 километров. А теперь приходится в окружную через Балаклею ехать 60 километров. Кто мог, пересели на мопеды и велосипеды, пока конструкция выдерживает легкий двухколесный транспорт. Жители Донца говорят, уже прочувствовали, как это жить без прямого сообщения. Да, врачи же некоторые, ну вот мы сейчас профосмотрим. Да, я вот сейчас проходил профосмотрим. Лор там у нас в Балаклее, доктор, нет. Или он, если он приезжает, там с 8 до 10, пару часиков, если он поехал. В постсовете на камеру общаться не хотят. У секретаря нет настроения. Чиновница показывает, просьбы отремонтировать мост отправили во все инстанции. Облавтодор ответил, ищите деньги сами. Вот, например, 100 тысяч. Разве 100 тысяч мост, это вот такую дырочку в асфальте они за эти 100 тысяч делают. Подписки пустые. Все. Вот это и вся беда. Никому ничего не надо. Дорожники говорят, готовятся провести техсовет. Если по результатам углубленного обследования этого моста нельзя будет пешеходам пользоваться этим мостом, то мы развернем понтонный мост рядом. Место есть, подготовлено. И люди, возможно, и легковые автомобили будут пользоваться понтонным мостом. Даже приблизительно, когда начнутся работы, в Автодоре не говорят. А вот местные жители переживают. Из-за обрушения возросла нагрузка еще на один мост. Он тоже аварийный. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область.